Мы будем рассматривать профессию через призму различных факторов. Первое это подвижность знаков зодиака и профессии, стихии знаков зодиака и профессии, дома гороскопа и профессии, планеты и профессии, накшатры и профессии и варнада лагна. Это особая точка, которая указывает варну человека или склонность к определенному типу деятельности. Итак, в ведические времена общество было строго стратифицировано по четырем варнам, хотя всегда было какое-то количество вне кастовых, кто не мог найти себя в обществе. Семьи заботились о сохранении семейных и профессиональных традиций, думали об этом, и поэтому, соответственно, такие же души приходили в их семьи и продолжали семейный бизнес, семейные традиции. Учителя в школе внимательно наблюдали за природой учеников и помогали определиться с выбором на основе природы, а не на основе конъюнктуры и модных тенденций, как это происходит сейчас. Сейчас жизнь сильно изменилась. Мы оторвались от принципов традиционного общества, от семейных традиций. С развитием техники и технологий появилось много новых профессий. При этом количество астрологических ключей определения профессии осталось прежним. Это значит, что на каждую планету сейчас приходится очень много профессий, что осложняет выбор, определение, когда мы смотрим карту человека. Однако принципы остались неизменными, и мы обратимся к ним. Эти принципы выбора учитывают подвижность знаков, стихии знаков, характер планет, накшатр, положение и комбинации планет в домах и знаках, их расположение относительно специальных лагн. Большое значение для определения профессии также имеет положение хозяина первого и десятого домов, как таких ключевых точек, потому что первый дом – это дом личности, десятый дом – это дом занятия или статуса человека, и также атма карака и аматия карака, поскольку атма карака указывает направление интересов души, аматия карака подсказывает душе, что нужно делать. И также еще есть особая дробная карта, называется D10, D-Шамша, но дробные карты мы будем проходить уже в продвинутом курсе. Люди выбирают ориентиры в жизни по влиянию на них различных стихий или энергий. Для выполнения разных видов деятельности нужны разные энергии, которые исходят от планет, знаков, накшатр и домов гороскопа, которые уже природой, богом так, скажем, запрограммированы, что они уже несут в себе определенные энергии, определенную ориентацию. И эти энергии домов, знаков, планет, накшатр могут перемешиваться причудливым образом и создавать многообразие комбинаций, побуждающих людей заниматься различными видами деятельности. То есть мы знаем, что иногда люди в течение жизни меняют занятия, причем достаточно радикально. Бывает, что этого не происходит, и человек всю жизнь занимается чем-то одним, потому что в одних картах все однозначно, в других картах все как раз очень неоднозначно. Также очень важными принципами является понимание, какие планеты являются наиболее сильными в гороскопе, потому что сильные планеты, значит, заряжены определенной энергией, которая требует какого-то выхода. И этот выход, он как раз проявляется в том, что человек что-то делает через эту энергию. Итак, наиболее сильные планеты, их связь с асцендентом, с Арудха Лагной, который указывает на имидж человека, с Атмакарыкой, Аматиакарыкой, с хозяином первого и десятого домов, также может указать на профессию. То есть здесь идея в том, что есть какая-то сильная планета, которой нужно выразить себя, эта энергия какой-то планеты бьет через край. Но вот насколько она может быть задействована в деятельности профессиональной, это будет зависеть от того, насколько она гармонично связана с этими вышеперечисленными точками. Также планеты во втором, десятом, одиннадцатом домах от асцендента и от Арудха Лагны могут указывать на характер деятельности и источники поддержания. Лунная Накшатра, Накшатра Асцендента, Накшатра в центре десятого дома, Накшатра хозяина десятого дома, тоже могут указывать профессию. Итак, мы начинаем с такого фактора, как подвижность знаков зодиака и профессии. Подвижные знаки, как мы знаем, их четыре, Овен, Рак, Весы и Козерог, они связаны с гуной страсти, потому что гуна страсти обозначает динамика движения. И если большинство планет занимает эти знаки, это склоняет натива к подвижной жизни, наделяет их энтузиазмом, духом подвижничества. То есть они просто не могут сидеть на месте, им нужно участвовать в каких-то процессах, в каком-то движении быть. А такие люди склонны выбирать профессию, связанную с передвижениями, за границей, спортом, риском, решимостью, постоянными изменениями. Хотя разные стихи этих подвижных знаков будут вносить свои коррективы, потому что, допустим, Овен, он подвижный, но это знак огня, Рак подвижный, это знак воды, Весы подвижные, это знак воздуха, Козерог подвижный, но он знак земли. То есть их объединяет принцип подвижности, но при этом у каждого из них есть своя стихия, и она будет свои коррективы также вносить. Неподвижные знаки, Телец, Лев, Скорпион, Водолей, тоже они, их объединяет принцип неподвижности, но разные стихии, соответственно, тоже будут себя правильной по-разному. Итак, неподвижные знаки, связанные с гуной невежества, не в смысле того, что это глупо, а в смысле того, что гуна невежества статично и неподвижно. Исключительно вот в этом узком смысле они связаны с гуной невежествами. Если большинство планет находится в неподвижных или фиксированных знаках, Натив склонен выбирать деятельность, где доминирует постоянство, статичность, стабильность. Они любят заводить связи с важными людьми, ради чего? Ради стабилизации своей жизни. И эти знаки дают Нативу терпения, способность заниматься рутинной деятельностью в традиционных и консервативных сферах. Также они любят учиться и обретать знания, потому что для учебы нужна вот эта усидчивость. Усидчивость обозначает, нужно уметь сидеть на одном месте, то есть какой-то элемент неподвижности, он должен присутствовать. Дуальные знаки. Четыре знака, тоже близнецы, связаны с воздухом, дева с землей, стрелец с огнем, рыба с водой. И так они все дуальны, это их общий принцип, но разнятся по стихии. Они связаны с гунной благости, так как уравновешивают движение и покой. Однако вот эта вот дуальная природа иногда не позволяет им быстро принимать решения, и они склонны проявлять колебания, нерешительность, то есть либо туда, либо сюда. Вот так у них может быть какая-то нестабильность в уме. Если большинство планет пребывает в дуальных знаках, люди склонны работать в сфере знания, информации, учета, редактуры, экономики, образования, закона, психологии, консультирования, духовности. Вот то есть в тех сферах, где требуется больше вот этого такая устойчивость сознания, стабильность, понимание, даже экономика, хотя она обозначает постоянное движение туда-сюда, купи-продай. Но принципы, которые в основе, они все равно стабильны, чтобы экономика была стабильной, не просто какая-то там транзакция, купил-продал, а чтобы это постоянно работало. Это все должно держаться на стабильных принципах. Итак, это то, что касается подвижности знаков и типов деятельности, к которым они склоняют натива. Теперь мы рассмотрим более подробно знаки зодиака и профессии, потому что, кроме подвижности, есть еще другие факторы, связанные со стихиями, с тем, какая планета владеет этим знаком, то есть целый комплекс значений. Но перед этим давайте, так сказать, вот такой определенный алгоритм посмотрим, или, скажем так, список факторов, которые необходимо учитывать при определении типа деятельности. Здесь их может быть больше, но я 10 основных перечислил. Итак, мы смотрим на подвижность знака, на его стихию, которая уже будет немножко вносить коррекцию, на дом, который занимает этот знак в естественном зодиаке. То есть, допустим, четвертый знак, рак, он связан с четвертым домом. Уже это что-то нам говорит о какой-то связи с делами четвертого дома. Также мы должны обращать внимание на планету хозяина знака, на наличие других планет в знаке, на аспекты на знак со стороны других планет, на положение хозяина знака, на накшатру луны, на накшатру асцендента и хозяина десятого дома, планеты в десятом доме и положение хозяина десятого дома и также положение атма караки и аматия караки. Ну, как я сказал, факторов их больше, но в данном случае мы пока не учитываем те, что мы не прошли, потому что еще, как я сказал позже, добавятся дополнительные факторы варна до лагна, карта до 10, до шамша. Поэтому здесь пока я перечислю только те факторы, с которыми мы уже знакомы, остальные будут добавляться чуть-чуть позже. Итак, давайте рассмотрим все знаки зодиака коротко по их основным характеристикам, в каких профессиях, типах деятельности они могут проявляться. Итак, Овен, его природа подвижная, стихия огонь, он представляет собой первый дом естественного зодиака, его хозяин Марс. Вот теперь мы должны комбинировать то есть эти вот все вещи, подвижность, огонь, первый дом, первый дом символизирует тело, здоровье, эго, я, вот и плюс еще хозяин Марс. Вот это вот соединение факторов, оно должно дать вот такую вот совокупную энергию, которая порождает определенные типы деятельности. Итак, подвижность огненная природа, первый дом и Марс делают Овна очень активным, делающим ставку на тело, потому что это первый дом зодиака. Огонь во всех формах и различные инструменты помогают ему. Овен это лидеры, менеджеры, военные, химики, хирурги, стоматологи, электрики, электромеханики, пожарники, спасатели, работники МЧС, парикмахеры, работники бойни, спортсмены, каскадеры, охранники, промышленники, строители, ремонтники, пиротехники, путешественники. Все виды деятельности, связанные с риском, оружием, инструментами, все технические профессии. То есть, вот эта вот энергия Марса, энергия Овна, энергия огня, и все это привязано еще к первому дому тела. Оно требует какого-то выхода. И поэтому, может быть, мы не всегда можем перечислить весь список профессий, но астролог понимает сами принципы. То есть, профессии какие-то уже детали. И поскольку профессий очень много, не всегда можно угадать, какая именно это будет профессия. Но какие принципы или какие энергии вовлечены в эту деятельность, вот это как раз астролог и должен угадывать или видеть, точнее складывая в совокупности все вот эти факторы. Далее, телец, второй знак, это его степень динамики, он неподвижный, минимальная динамика, стихия земля, а второй дом естественного зодиака и хозяйка его Венера. Вот теперь совокупность этих факторов, она должна определять те типы деятельности, которыми склонны заниматься тельцы. Итак, это может быть сельское хозяйство, недвижимость, гостиничный бизнес, рестораны, строительство, изготовление предметов роскоши, косметика, банковское дело, исполнительское искусство и так далее. То есть, это естественные сферы деятельности для тельцов. Тельцы это также может быть, вот если уже расшифровать, допустим, финансовую сферу, это могут быть брокеры, кассиры, в сфере, допустим, земли, как вот знак земли, это садовники, флористы, молочники, ботаники, биологи. Венера уже придает такие значения, как музыканты, актеры, фотографы, художники, портные, работники индустрии, развлечения, азартные игроки. Тельцу подходят те виды деятельности, которые связаны с необходимостью эстетического подхода. То есть, на лице, которое символизирует телец в естественном зодиаке, как второй дом естественного зодиака, находятся все пять чувств, и потому деятельность тельцов связана с комфортом и удовлетворением чувств. Это вот его естественная сфера. Далее, близнецы, по степени подвижности он дуальный, стихия воздух, третий дом естественного зодиака, хозяин Меркурий. Теперь, совокупность этих факторов должна определить тип деятельности, которой склонны близнецы. Хотя нужно сразу заметить, что дуальные знаки, все дуальные знаки, близнецы, дева, стрелец и рыбы, они, по утверждению, такие наиболее многоталантные, то есть, как бы, такие-то наиболее разносторонние личности, потому что вот эта вот сама их дуальная природа обозначает, что они объединяют в себе очень много разных факторов. Если, допустим, подвижный и неподвижный, это достаточно такие противоположные друг другу тенденции, да, то вот эта вот дуальность, то есть способность уравновешивать движение и покой, она подразумевает, что там есть и то, и другое, и движение, и покой, и их гармония также. Поэтому, как правило, дуальные знаки, это люди, которые обладают, скажем так, наибольшим, что ли, универсализмом, потому что они объединяют в себе тенденции и движения, и покоя. Итак, что же дает знак близнецы и связанные с ним факторы? Это, конечно, в первую очередь литературная сфера, журналистика, перевод, издание, редактура, печать, работа в типографии, распространение книг, это вот от Меркурия и от третьего дома идет, который символизирует руки, да, что люди пишут. Также экономика, маркетинг, торговля, транспорт, посредничество, это вот дела третьего дома, то есть туда-сюда какие-то транзакции происходят, бухгалтерия, интернет, средства массовой информации, различные медийные проекты, люди там, какие-то блогеры ведут свои какие-то блоги или там какие-то свои каналы на YouTube и так далее, преподавание, средства связи, почта, дипломатия, секретарская деятельность, математика, логика, распространение идей, работа с цифрами и фактами, бумагами, документацией, копирование чего-то, вот реклама, как правило, тоже такие вещи, то есть это все то, что расширяет, распространяет информацию можно сказать. Далее, все виды деятельности, которые требуют гибкости, это от Близне, от Меркурия уже идет, способности к адаптации, имитации, быстрой реакции, сообразительности, это могут быть также какие-то комики, сатирики, актеры, пародисты, ведущие ток-шоу, телеведущие, дикторы, ораторы, лекторы, то есть для кого-то, вот эта вот речь, быстрая реакция, юмор, вот такие вот вещи, они являются очень важными, и то есть вот эта вот близнецовская природа, очень сильно проявлена у них. Следующий знак, это рак, степень подвижности, у него максимальная, он подвижный, но двигается в воде, стихия воды, четвертый дом, зодиака, и хозяйка, луна. Итак, что же эти факторы, в совокупности, дают людям, у которых знак рака, либо является восходящим, либо он как-то у них, сильно проявлен, будучи заполнен, различными планетами, это мореплавание, рыболовство, торговый и военный флот, морские исследования, водные виды спорта, это все связано с водой и подвижностью. От четвертого дома идет дизайн помещений, ведение домашнего хозяйства, экономки всякие, товары для дома, снабжение, ресторанное дело, гостиничный бизнес, доставка грузов, психология, это четвертого дома, это сердце, эмоции, образование, история, проповедь, торговля жидкими продуктами, вода, соки, молоко, бытовая химия, нефтехимия, автомойки, мелиорация, сельское хозяйство, это вот все сфера воды и четвертого дома. От луны идет деятельность, требующая интуиции, мягкости, сострадания, материнского подхода, это могут быть какие-то кормилицы, сиделки, воспитатели, социальные работники. Вот таковы в целом основные направления деятельности рака. Далее, лев, степень динамики минимальная, это неподвижный знак, стихия огонь, пятый дом естественного зодиака, хозяин солнца. Итак, теперь в совокупности эти факторы должны дать какие-то определенные сферы деятельности для львов. Как знак огня и пятый дом естественного зодиака, лев хорошо справляется с теми видами деятельности, где нужно проявить естественный авторитет, творческую смекалку, находчивость. Львы не боятся вызова и охотно принимают его. Им нравится преодолевать трудности, добиваться победы. Это часто политики и служащие государственных и правительственных органов, чиновники исполнительной власти, владельцы и работники театров, веселительных заведений, музыканты, артисты, телеведущие, спортсмены. Потому что вот лев, он такой немножко шоумен. Вот им нравится, как бы так на виду быть, вот чтобы все видели, все знали. Льву приятно своей, так сказать, гривой потрясти. Почувствовать, что вот меня уважают. Это очень важно для него. Но также это могут быть люди, которые где-то вот в сельской местности работают, работники сельского хозяйства, егеря, потому что, ну, лев, он же, так сказать, хищник, живущий в дикой местности. Поэтому лица, горы, это вот часто излюбленные места, где львы живут. А также военные экономисты, послы, официальные представители. Вот, то есть там, где очень важен авторитет какой-то. То есть лев, он очень часто работает именно своим видом, своим авторитетом, своим внутренним каком-то ощущением значимости. Это очень часто, очень важная, вернее, часть его имиджа, его деятельности. Далее, Дева, знак дуальный, стихия Земля, шестой дом естественного зодиака, хозяин Меркурий. Что это все в совокупности дает на выходе? Еще раз напоминаю, что дуальные знаки делают людей наиболее универсальными. Вот у нас уже второй дуальный знак пошел по списку. Итак, Дева всегда отличает системный подход к делу. Поскольку это стихия Земля, и в Земле очень важна структура, как она устроена. Там песочек, камушки, сама почва, что-то еще. Вот это вот, если у Земли нет структуры, она не будет работать как почва. И так как Земле важна структура, так и для Девы очень важно понимать структуру любого процесса, видеть все внутренние связи, причины и следствия. И как раз это помогает им создавать эффективные структуры во внешнем мире, какая бы это ни была деятельность. Сеть магазинов нужно создать, или там какую-то локальную компьютерную сеть, или что-то там еще. То есть им очень важно понимать, Деве, как это все связано, как это работает все вместе. Также для Девы, как для шестого знака естественного зодиака, важна тема борьбы, борьбы с чем угодно. То есть борьбы с болезнями, это будет медицина и здравоохранение. Аналитика, это вот борьба в разрешении задач. Нужно проанализировать, разбить на мелкие частички какую-то большую проблему. Психиатрия, определение диагноза. Математика, это тоже форма решения задач, трудных каких-то. Учет, экономика, аудит, когда приходится разбираться в массе всяких разных деталей и так далее. Также Девок от стихии земли получает такие темы, как сдача в аренду земли, сельское хозяйство, садоводство. Юридические профессии, тоже такая казуистика, где много всяких разных деталей, связей таких тонких. Это могут быть разработчики технологий, методологий, инспекторы, компьютерные программисты, продавцы канцелярской продукции, астрологи, журналисты. То есть там, где нужно много внимания к мелочам. Итак, все профессии, требующие внимания к мелочам и деталям, как учет, контроль, инспектирование, аналитика, это все темы для Девы. И в нынешний наш информационный век Девы очень часто в какой-то такой сфере трудятся, где они что-то анализируются, дают какие-то системы, изучают методички и прочее-прочее. Это вот их тема. Весы. Подвижный, по динамике, представляет стихию воздуха. Седьмой дом зодиака, хозяйка Венера. Теперь это все должно дать нам определенный тип деятельности. Весы отвечают за принцип баланса, равновесия, гармонии. Поэтому этот знак часто делает, часто дает и людей, которые все стараются оптимизировать, гармонизировать. Венера привносит идеи эстетики, искусства и наслаждения. Седьмой дом активизирует тему брака и партнерства. Итак, что это может быть? Это могут быть судьи, дипломаты, которые все равновешивают, равновешивают конфликт, равновешивают решение. Там прокурор обвиняет, значит, адвокат защищает, судья какое-то взвешенное решение выносит. Управленческие консультанты, медиаторы, то есть посредники такие, миротворцы, семейные психологи, сексологи, организаторы свадеб и держатели свадебных салонов. Организаторы служб и сайтов знакомств. От Венеры идут такие профессии, как дизайнеры, модельеры, модели, парикмахеры, стилисты, визажисты, художники, мультипликаторы, фотографы, парфюмеры, владельцы кабарей, ночных клубов, работники индустрии, развлечений, певцы, музыканты, танцоры, работники воздушного транспорта, поскольку знак воздушный и подвижный, администраторы гостиниц, поскольку в гостиницах представляется определенный комфорт, развлечение, работники аптек, потому что лекарства, оно что делает, гармонизирует состояние человека, все, что связано с такими вещами, с гармонизацией, с оптимизацией, это здесь весы непревзойденные. Далее, скорпион по своей динамике, это неподвижный знак, представляет стихию воды, восьмой дом естественного зодиака и его хозяин Марс. Что это в совокупности дает в плане типов деятельности? Итак, это могут быть профессии, связанные с жидкостями, раз уж стихия вода, химикатами, раз уж это Марс страхованием, раз уж это восьмой дом, который отвечает за всякие разные несчастные случаи и прочие, так сказать, неприятные моменты. Также связан с техникой, механикой из-за Марса, медициной вообще и хирургией в частности. Также по делам восьмого дома, это урологи, практологи, то есть те, кто связаны с выделительной системой, ученые, следователи, полицейские, разведчики, шпионы, работники спецслужб, разработчики, разработчики тайных технологий, имеющие доступ к тайнам. Это все тема восьмого дома. Также от восьмого дома идут тюремщики, работники исправительных учреждений, поскольку восьмой дом, дом это дом греха, то есть мы вспоминаем, что он двенадцатый от девятого. Если девятый дом, это дом праведности, дхармы, то восьмой получается двенадцатый от восьмого, то есть то, что там, где дхарма теряется. И вот поэтому люди попадают в тюрьмы, в всякие исправительные учреждения. Также восьмой дом, как мы говорим, связан с тайнами. С тайнами это оккультисты, маги, медиумы, гипнотизеры, иллюзионисты, гадалки, философы, люди творческих профессий, в которых нужны вдохновение и интуиция. И поскольку это знак воды, связанный вот с такой интуицией, с внутренними процессами, плюс еще эта вода умножается на восьмой дом, который связан со всей этой мистикой, то в этом плане можно сказать, что скорпион это наиболее мистический такой знак. И очень многие люди, обладающие какими-то экстрасенсорными способностями, такие вот провидцы, они очень часто связаны со скорпионом. Чутье у них такое особенное на эти темы. Также это могут быть работники сферы ритуальных услуг и кремации, гробовщики, изготовители памятников, а также моряки, рыбаки, продавцы морепродуктов, лекарств, ядов и фармацевты. Стрелец знак дуальный, стихия огонь, девятый дом естественного зодиака, хозяин Юпитер. Что это в совокупности дает? Стрелец это знак экспансии, расширения поля деятельности, далеких земель, это вот как девятый знак зодиака. Поэтому стрелец может давать профессии, связанные с путешествиями, приключениями, риском, открытием, исследованием и освоением новых земель, туризмом, спортом, изготовлением и продажей обуви, потому что обувь очень важна для туриста, для передвижения, для передвижения, это также могут быть дипломаты, министры, международные представители, оптовые торговцы, вот они, девятый дом, это вот сфера международных отношений, также. Стихия огня часто делает стрельцов военными, борцами за свободу и справедливость, такими пассионариями, в которых вот такая вот страсть присутствует. Хотя, в целом, стрелец знак уравновешенный, мы знаем, то есть, дуальный, но вот эта вот стихия огня, она его делает чуть менее уравновешенным, чем, допустим, та же дева, которая более стабильная и уравновешенная из-за стихии земли. Природа Юпитера также дает связь с духовностью, законом, знанием, юридической и финансовой сферой. Поэтому стрелец также дает преподавателей вузов, священников, проповедников, миссионеров, философов, консультантов, руководителей. Руководство идет от огненной природы стрельца. Козерог по степени динамики он подвижный. Стихия земля, десятый дом естественного зодиака, хозяин Сатурн. Теперь мы все эти факторы синтезируем. Итак, часто козероги ведут очень подвижный образ жизни, так как знак подвижный. Работают на транспорте, заняты в профессиональном спорте, а если их работа сидячая, то предпочитают активный отдых или поездки и путешествия. Козерог дает профессии, связанные с землей и ее продуктами. Это полезные ископаемые, уголь, нефть, газ, минералы, древесина, сырье, все, что из земли добывается. Также сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, сдача земли в аренду, строительство, миллиарда, лесное хозяйство, геология, археология, то есть это все с землей связаны. Сатурн владелец Козерога дает рабочие профессии, значит, там столеры, плотники, сантехники, шахтеры, механики, техники всех мастей. Владение десятым домом Зодиака часто побуждает Козерогов делать карьеру, стремиться к высоким постам, а поэтому среди них часто встречаются руководители всех рангов, то есть для Козерога как десятого знака Зодиака работа это очень-очень важно. Ну и статус в придачу тоже не помешает. Далее Водолей неподвижный, стихия воздух, одиннадцатый дом естественного Зодиака, хозяин все тот же Сатурн, но уже поскольку стихия другая, степень подвижности другая, то теперь уже Сатурн будет вести себя тоже по-другому. Воздушная стихия побуждает Водолея заниматься деятельностью связанной с общественными организациями, партиями, профсоюзами, братствами. Также это имеет отношение к одиннадцатому дому естественным. Интеллектуальная природа делает из них хороших ученых, преподавателей стихия воздуха, консультантов и советников, философов, психологов, журналистов, социологов, астрологов, специалистов по компьютерному железу, именно железу, потому что знак неподвижный, по воздушной технике, по ракетам. Они могут быть инженерами в сфере телерадиовещания, видеотехники и так далее. Сатурн, как хозяин Водолея, часто делает натива лидером народных масс, который отстаивает их права и интересы. И последний знак Рыбы, дуальный по своей динамике, то есть опять же объединяет в себе определенные вещи, динамику и покой. Стихия Вода, двенадцатый знак Зодиака, хозяин Юпитер, но не тот Юпитер, как вот в огненном стрельце, а уже Юпитер в водных рыбах ведет себя иначе. Итак, двенадцатый дом Зодиака и водная природа часто склоняют рыб становиться моряками, рыбаками, путешественниками, работниками автопарков, саунов, бассейнов, прачечных, автомоек. Глубокая интуиция и творческий подход дают связь со всеми творческими профессиями, как то писатели, поэты, композиторы, певцы и музыканты, художники, а также криминалисты, исследователи, дознаватели, астрологи, оккультисты, психологи, психиатры, медиумы, ученые-теоретики, представители тайных обществ, философы, мыслители. Это вот двенадцатый дом, стихия воды дает такие профессии рыба. Сострадание и заботливость Юпитера в рыбах дает склонность к медицине. Это могут быть врачи, медсестры, обслуживающие персонал, больниц, работники санаториев, профилакториев. Теперь поговорим о домах и профессиях. То есть об этом до этого мы говорили в основном о знаках степени подвижности, стихии, как это влияет на выбор профессии. Теперь дома. То есть мы рассмотрели возможные профессии в связи с асцендентом Пакалагна или знаком, содержащим максимальное количество планет. То есть смотрите то, что мы говорили предыдущие знаки зодиака. В основном мы рассматриваем асцендент, что это восходящий знак. Но Пакалагна как место, где находится хозяин асцендента. Потому что он показывает откуда пошел хозяин первого дома. там у него интерес, там у него какое-то дело есть. Поэтому если допустим хозяин первого в первом, тут понятно он никуда не пошел дома сидит. Поэтому допустим этот знак его природа будет более что ли такой очевидный. А если предположим восходящий знак один и хозяин какой-то другой стихии, то это Пакалагна мы уже синтезируем значение, где находится хозяин первого дома и сам первый дом его знак. Или какой-то другой знак, где даже не Лагнеш находится, не хозяин Лагна, но просто доминанта каких-то других планет в другом знаке она тоже может требовать какого-то выхода своих энергий через знак через этот дом. Поэтому нужно здесь творчески мыслить, смотреть соотношение всех этих факторов. Также важно в каком доме тасцендента находится Лагнеш и хозяин десятого дома. С хозяевом каких домов есть связь у Лагнеша и хозяина десятого дома. Например, если хозяин первого или десятого дома связан с хозяином третьего дома, то работа натива может быть связана с темами третьего дома. Как то? Короткие поездки, может быть он таксист какой-нибудь работа руками типа массаж или искусство средства коммуникации письменная работа и так далее. Рассмотрим один пример этих связей в контексте работы человека. То есть связь именно разных домов через планеты указывает на тип деятельности человека. Итак, перед нами карта натива с Лагной водолей. в одиннадцатом знаке. И здесь мы видим, что Лагнеш Сатурн находится в девятом доме и он экзальтирован в весах. Что может указывать на во-первых переезд конечно в другое место жизнь за границу и поскольку планета экзальтирована значит какой-то будет успех. Или может быть не за границей а в какой-то философской религиозной теме. Но мы увидим, что в данной карте эти факторы как раз гармонично объединяются. Хозяин десятого дома у нас здесь скорпион хозяин десятого Марс находится во втором доме. Что может давать нативу профессию связанную с речью или финансами. хозяин десятого во втором доме какой у него интерес. Мы вспоминаем значение второго дома. хозяин десятого во втором значит работа деятельность может быть связана с делами второго дома. Итак профессия может быть связана с речью или финансами. Это два основных значения второго дома. Отсюда Марс аспектирует Лагнеш Сатурн восьмым аспектом. То есть и сам по себе Марс получает аспект от Юпитера. А Юпитер является хозяином одиннадцатого дома и второго. То есть связь со вторым домом через аспект от хозяина Юпитера хозяина второго дома подтверждена. То есть смотрите хозяин десятого во втором и сам этот хозяин десятого во втором он получает аспект от хозяина второго. Причем этот хозяин второго дома Юпитер также экзальтирован. Итак, Юпитер также от Юпитера хозяину 10 дома передается талант учителя Итак, Юпитер это учитель, тем более он экзальтированный Он хозяину 10 Марса, вот это вот через аспект передает эту энергетику А Луна находится в 4 доме, тоже в знаке экзальтации Что может давать связь с Землей и образование И вот теперь мы можем уже кое-что синтезировать То есть по факту Натив основал духовную школу за границей Сам занимался разработкой проекта и дизайна Это вот Луна в 4 доме может дать такой вариант И далее, значит, он долгое время преподавал там То есть хозяин 10 во 2 реализовался через речь Заряженной энергией Юпитера В Лагне находится Меркурий, хозяин 5 дома То есть 5 дом мы знаем, это руководство с одной стороны То есть какое-то достаточно долгое время этот человек был руководителем школы И также Меркурий в 1 доме делает человека достаточно интеллектуальным И указывает на связь с образованием Потому что 5 дом, хозяином которого является Меркурий Связан с детьми, студентами Вот это важная часть жизни Натива И также вот таким образом мы можем понять Занятие Натива по домам, которыми владеют планеты И в которых они находятся То есть вот заметьте, что в данной карте я специально практически не касался стихий Я, конечно, отметил, что Сатурн экзальтирован, Юпитер экзальтирован, Луна экзальтирована Три сильные планеты, значит, они должны давать какой-то выход энергии Вот, потому что эти планеты не зря сильны У этой силы у нее должно быть какое-то предназначение Это всегда к вопросу о том, каким образом вот эти вот сильные планеты Если они связаны с, значит, с каким-то ключевыми точками Такими как вот асцендент или хозяин первый